Псалом 11. Начальник ухора на восьмиструнном Псалом Давида. Спаси, Господи! Ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, усталь стивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все усталь стивы, язык велеречивый. Тех, которые говорят языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. Поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Размышления. Часть первая. Где же верные? Псалом 11, с первого по пятый стих. Автор этого псалма, Давид, ярко и драматично описывает свое положение. Его не назовешь хорошим. Царя окружают предатели, которые только лгут и льстят. Ему нужен хотя бы один правдивый верный друг, потому что манипуляции, высокомерие и обман стали нормой для всех. Так происходит и сегодня, особенно если говорить о мире политики. Во время выборов кандидаты постоянно клевещут на соперников и их же обвиняют во лжи. Сегодня для людей, даже для государственных чиновников, нормально обманывать и манипулировать правдой. Кому же тогда верить? Этот псалом – крик души не только Давида, но и тех, кто живет в современном обществе. Случалось ли вам пострадать от рук тех, кто знает, как играть словами? Что вы делаете, когда больше не можете доверять людям? Крик души переходит в молитву, которая просит Бога восстать в правде среди развращенного рода. Давид показывает яркий контраст между словами «развращенных» и словами Господа. Чтобы добиться своего, люди могут лгать, обманывать, льстить. Но Господь говорит только правду. Его обещаниям можно верить, они дают надежду. Люди могут использовать ближнего в корыстных целях, но Бог хранит нищего и бедного. Он обещает защитить угнетенного и оказать милость страждущему. Слова Бога чисты и непогрешимы, и Он обещает защитить верного, каким бы сильным нечестивым ни казался. Верите ли вы Божьему обещанию защищать вас? Не бойтесь людей, ни того, что они могут сделать. Положитесь на Бога, и Он избавит вас. Молитва Господь, спасибо за испытания, которые производят во мне стойкость и искреннюю веру. Я хочу быть ближе к тебе и еще лучше видеть тебя. Когда мне тяжело, возьми меня за руку и помоги справиться. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!